Об особенностях воспитания девочек в семье, в том числе неполной, говорим этим утром с психологом Татьяной Потсеевой. Здравствуйте. Доброе утро. Татьяна Ивановна, ну давайте начнем с распределения ролей. Понятно, что мама, наверное, образец для дочери. А какую роль выполняет отец? Ну, на отце лежит не менее важная роль, да, он выполняет не менее важную роль, иногда даже более важную. Отец, именно отец формирует у девочки, во-первых, чувство защищенности. И при правильно складывающихся взаимоотношениях между ребенком и отцом, это чувство защищенности позволяет потом сформировать мировоззренческую такую позицию, доверие ко всему миру окружающему. Поэтому это очень важно. Во-вторых, если у отца и у дочери правильно складываются взаимоотношения, это очень сильно помогает в пубертатном, подростковом возрасте. Им легче найти общий язык, и, как правило, девочки и подростки больше все-таки слушают, уважают отцов, чем матерей. И это очень хороший знак. Ну, и потом вообще, когда у матерей и отцов вообще разное отношение к воспитанию, мы мамы, мы женщины, мамы и бабушки, мы ведь, ну, мы балуем, мы захваливаем. Ах, какая ты молодец, что ты всю кашку съела, да. И папа достаточно прагматично к этому относится. Они, конечно, любят своих дочерей, но они могут внести элемент такой правильной критики созидательной. Это очень важно. И это как раз гармонизирует ребенка в этом отношении. Просто вот существует мнение о том, что, допустим, мамы любят больше сыновей, а отцы дочерей. И балуют их больше. И вот как раз вот... То есть вы не согласны с этим? Вы знаете, балуют дочери именно только потому, что они девочки. А любят одинаково. Я уверена, что здесь не в этом дело. Я тоже с этим согласна. Мне кажется, все-таки здесь не совсем так. Ну, а теперь поговорим о неполной семье, ну, в том случае, когда, допустим, в семье нет отца. Вот какие все-таки психологические проблемы это несет для девочки и в будущем, пока не могут сказаться? Да, ну, к сожалению, несет. И, как правило, это связано не с каким-нибудь роком, конечно, да, а с тем, что, ну, мамой или семьей, в которой осталась девочка, как правило, все-таки семья мамы, да, потому что остаются с мамой. Ну, неправильно склад, выстраивается вот эта психолого-педагогическая концепция. Ну, здесь бывают две крайности обычно, да. Либо мама, поскольку отношения были очень напряженные, развод тяжелый, да, потом у мамы осталось очень негативное отношение к отцу девочки, то она, ну, она буквально, она не скрывает, она постоянно об этом говорит. А девочка, естественно, она очень близка с мамой эмоционально, естественно, она просто это все принимает как должное и точно так же переносит вот это свое отношение сначала на отца, потом на все такое женщины. То есть у нее остается негативное такое впечатление? Да, да, к сожалению, и на долгие годы, иногда и на всю жизнь, если вот, если с этим не поработать. Так, второй вариант, может быть, более оптимистичный? Ну, на самом деле вариантов много. Я сейчас говорю о крайних вариантах, просто у нас по времени не получится все обговорить. Второй вариант такой. Мама для того, чтобы не травмировать девочку, наоборот, не хочет ничего плохого, а об отце рассказывает, и она рассказывает, какой папа был герой, там берется какой-то конкретный человек, вот он такой герой, он там погиб, ну, такое тоже бывает, да. И у девочки такая создается идеальная фигура отца, да, а поскольку мы знаем, что девочки, как правило, убирают себе в супруги людей, похожих на отца, она ищет такого, но она же его не находит, потому что таких не бывает. Это сложно. Татьяна Ивановна, мы вам предлагаем после небольшой рекламы обсудить вот еще какой вопрос. Как не допустить таких психологических проблем? Мамам дадим советы. Как воспитать дочек, даже если в одиночестве? Продолжаем говорить о воспитании дочери. Татьяна Ивановна, ну, давайте все-таки разберемся. Представим, что мама одна воспитывает дочку. Так сложилось. Как не воспитать дочь не в ненависти к мужчинам? Да, вот то, о чем мы говорили перед рекламой, то есть действительно, чтобы не было негатива у девочки, потом на всю жизнь остался негатив. Да, это очень важно. Особенно нужно начать с того, чтобы не было негатива к отцу. Потому что если для мамы ее бывший муж, он, ну, по сути, чужой человек, а для дочери это родная кровь. И отрицать отца, это значит отрицать себя, да? Вот иногда это бывает. Вот в психологии такое случается, что отрицая родителей человек начинает отрицать себя. Но это уже очень глубоко. Что делать маме? Первое. Перестать говорить гадости о папе. Вот немедленно, с этой секунды. И наверняка есть сказать, что хорошее, потому что, ну, просто так, извините, ни одна разумная женщина не выйдет в саму мужчину, если в нем ничего хорошего нет. Правда? Вот это хорошее достать и постоянно предъявлять дочери. Рассказывать о том хорошем, что есть в ее отце. Да, и теперь вот еще такой, ну, я не знаю, прогноз или ваше мнение. Если, допустим, вот неполная семья, так получилось, считается, что дочь повторяет судьбу матери. Вот насколько верно это утверждение? Верно, но в некоторых случаях верно. Опять же, ну, это только в том случае, если в семье неправильно вот с этой проблемой работают. Во-первых, первое, что мы сказали, что нельзя отрицательные вещи говорить об отце. Во-вторых, для девочки очень важен для того, чтобы все-таки доверие к мужчинам было, чтобы какой-то другой образ мужчины был. Чтобы почаще, там, дедушки, там, брат, дядя, брат, я не знаю, это просто может быть учитель какой-то хороший в школе, там, в секции тренера. То есть какой-то положительный образ. Положительный образ, на который девочка могла бы ориентироваться, потому что это очень важно. Более того, если такого в близком окружении нет, то просто почаще ходить в счастливые семьи, чтобы девочка могла наблюдать эту картину. Тогда у нее сформируется правильное представление о семейных взаимоотношениях и о роли мамы и отца в семье. Потому что иначе как она об этом узнает? Ну что ж, спасибо большое. Будем увидеть ваши советы в виду. Конечно, никому не желаем, чтобы семьи распадались, но тем не менее, всякая в жизни бывает. Хорошего дня вам и хорошего и правильного воспитания.